Девушки отдыхают 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 раунд, дорогие друзья. Мне кто-нибудь объяснит, зачем NBK или Натан Шмидт назвал себя Натан. Потому что Натан Шмидт. Ну да, на имеем смысле просто вот взяли и мало того, что задержки, так еще и внезапно поменяли свои никнеймы с официальных на какие-то, которые они хотят сами. Ты же в курсе, что это так периодически работает и у нас вот Питер, который Станислав недавно был, да, и это надо терять время смотреть, да, кто это, это точно тот человек, о котором мы думаем, или это кто-то другой, но в любом случае. Короче, Натан Шмидт, ладно. Натан Шмидт, NBK, дорогие друзья, укрепление B-планта сейчас втроем, около A-планта вдвоем, с командой защиты, но A можно прорывать, и команда атаки это чувствует, поэтому на самом деле этим и занимается. Боро побивает NBK, сейчас он отъезжает и как раз-таки Тэг смотрит, что кого забрать на больших песках противник, ну-ка, ну-ка, это сейчас просто прыгает, а там уже все отвалилось. Да, там уже отвалились. Момент в том, что Кеннис может выйти сейчас очень внезапно с библиотеки, хотя, может быть, его даже здесь ждут, даже не может, а точно ждут. Судя по молотову, ему очень серьезно намекнули то, что если сейчас он покажет свой носик, то ему по нему щелкнут. Временем Хандан встречается здесь с Шоксом. 5-7 не работает у Шокса, и судя по всему, это будет в ловес виктори, потому что G2 не могут нанести никакого демджа особого. В самом случае, никого убить не могут. Фрисы, да, оставили 9 хп, но Фрис уйдет далеко, и AC делает последний килл в этом раунде. Пистолеты дату, то есть как бы не то, чтобы G2, возможно, хотя вообще-то могло бы залететь, на самом деле, если бы получилось, но вот не залетело. Трикты берут второй раунд на атаке уже, что неплохо для них, и, возможно, счет будет довольно приятный, ну, хотя бы относительно приятный под конец. Это вот, кстати, та самая штука, за которую я хотел зацепиться. Если вы помните, дорогие друзья, из тех, кто выжил после этой долгосрочной паузы, я сказал, что если G2 немножко начнут чуточку подзакидывать, да, то, может быть, счет будет такой, ничего, ничего такой, и получается пока 0-2, хотя еще рано, естественно, судить до первого девайсного. Шокс получает ХЕ-шку в лицо, остается в живых, в живых, 70 хп у него в итоге, ну и начинают поджимать биплент команда атаки, постепенно пытается его зондировать, а бомба находится, кстати, говоря, между двумя медами в то же самое время. Фриз, взрывает шокса, и стаг выходит на плент, убивает здесь апикса. Опять же, они не знают то, что здесь все игроки G2. Их целых три штуки остается. Бадди все-таки отдается тем временем. Кеннис вместе с Натана Шмидтом запалили из тага. Фриз тоже погибает. Два девайса отправятся в руки для французов. И, может быть, они с ними что-то здесь могут сделать или, возможно, засейвить. Не знаю. Трикты, в свою очередь, поставить бомбу на А точке и отправляется на кт-спаун, чтобы стоять и ждать. Мне кажется, надо сейвить. Но с другой стороны все равно будет девайсный. Не-не-не. Сторон Натана, вот, например, у него 4-5 хп. Какой смысл НБК куда-то идти и драться? И они правильно делают. Они остаются на церкви просто сидеть. Ну и здесь попытается его осиленно найти. Их точнее. Почему его? Ну и НБК отваливается. А на размене не работает. Кенни Шраб. И падает так же. Браво Ассель. Он даблкил для него. И для тега, кстати говоря, тоже даблкил от команды Трикт. Наконец-то девайсный АДЖТУ. И мы посмотрим, на что эти французы здесь годятся. Очень важную серию Трикта взяли сейчас. Очень, да. Для них очень важно. Я, на самом деле, согласен с Димой. Тут прям вообще 100%. Кстати, Бороб и Хандан сработали по 3-0. То есть они не умерли ни разу. Это очень здорово. У нас не будет диффуз китов у защиты. Не считая Бадди. Плюс первые арморы у Шокса, Кенниса и Апекса. Шокс стоит на банане. Как обычно у нас дефолтный раунд от Триктев, когда играет очень-очень медленно. Зачане, ясное дело, будут использовать такие стратегии, где они просто занимают карту. Заняли они апартаменты. Заняли банан. Заняли мидл. Просто зонируют почву. Просматривают, куда они могут выйти, где есть слабина у G2. Опять же, надо приноровиться. Вот эти первые раунды, они очень много значат. Не только с точки зрения просто счета, да. Что самое главное, вы можете адаптироваться к противнику, если поймете, через что он играет, как он строит свой дефенс или как он строит свою атаку, соответственно. И в случае с Триктами, я уже говорил про эти раунды под названием. Давайте зайдем на А, посмотрим, если будет какой-то опенфраг, пойдем туда. А если нет, то перестроимся в сторону Бэплэнта. И тут только Бадди. И сейчас Александр или Саша, можем его даже назвать, охраняет Бэплэнт на гробах. Но он один. И нету никакой перетяжки от французов. И если Бадди убивают, то вполне возможно, мы увидим здесь сейв. Потому что, хотя, подождите, он живет. Он уходит на церковь, ждет, когда Кеннис перетянется к нему. Пристное время откидывает Шокса, который пытался поджать банана. Бадди пытается здесь. С Ля Фомасом работает, но не так все просто на самом деле. Ханден чекает. Ну-ка, аккуратненько через смок. Может быть, Афекс кого-нибудь заберет. Ничего не получается. Отрезана смоками команда G2. Трикты это сами понимают. И при этом не лезут на рожон. Важно это понимать. Опять же. И G2 будут отходить назад, потому что, да, да, никакого ретейка. Это просто невозможно ретейкать в такой ситуации. Великолепно сыграно. А Трикт просто все отзонили, все сделали, все красиво. И именно таких раундов от команды Трикт я и ждал на самом деле. Да, в общем и целом они напали на плент, в котором только один человек. При этом все, Бадди решил не драться, а сохранять себе жизнь. Сыграл на чек, что называется. Ханден, кстати, сейчас поджимает. Может быть, он лишит девайсов. Неужели он лишит девайсов? Боже, он убивает двоих. И это нереально круто для Триктов сейчас. Они лишили двух девайсов. И по факту, да, остался только НБК и у него МК. Все остальные не имеют денег. Каждое маленькое действие, направленное на победу, может принести победу, Дмитрий. Воу, воу, воу. Изи, бой. Изи. Поехали дальше. 0-4, дорогие друзья, польза команды Трикт. И это уже становится достаточно интересно. Вот такое до инферно, пожалуй, мне бы хотелось увидеть. Видимо, судьба сегодня на моей стороне. Это, наверное, из-за пальцев розетка. Но я об этом попозже. Сейчас маленькие вот эти вот ширпотрепные ставочки на Триктов могут залететь. Залететь, да. Но все еще будущее, все еще джутуи серьезнейшие шансы. Давайте посмотрим, что они нам преподнесут в следующих раундах. Потому что сейчас, конечно же, слив. Ну, может быть, какие-то дизертыглы сыграют. Тот же самый Апекс купил себе первый армор. Ну-ка смотри, Натан Шмидт Буллер просматривает и в итоге ну-ка на крышу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Слипущий. Ой, еще и подгорает, еще и Василий он забирает. Однако, здравствуйте. Уже опенфраг от команды Дрект. Что-то джуту как-то не клеится, не летит, не в форме. Надо что-то с этим делать. Ну-ка, Апекс. Апекс отходит назад. Апекс Бадди, правда, снимает тега, кстати говоря, в то же самое время. И Кенни Шраб здесь пока что чекает. Ханден. Аккуратненько можно даже вдвоем попробовать зайти. Бороб видел своего противника, но не стрелял, чтобы не спалиться на всякий случай. Кеннис пытается, пытается. Отлетает от Хандена, разменивает Апекс с силеного. Ханден, Бороб, вы что делаете вообще? То есть это вообще законно? Как бы серьезно, один Бодди остается? Ну, камон, изи. Нету арморов, нету нормальных девайсов. Бодди вот законтролил чужой коллаж. В общем и целом он может пойти рисковать, но неплохо было бы коллаж на следующий раунд принести, потому что это дополнительные деньги, это дополнительные раскидки, дополнительные возможности, но он все-таки пойдет играть, несмотря на отсутствие у него армора. И как только он получит хотя бы один шот, ему будет очень больно. Надо уйти, да. Бодди уйдет. 0-5. 0-5, друзья? 0-5. Ну вот эти вот первые три раунда, мне кажется, дали очень хорошую уверенность Триктом в их решениях и дальше вот первый девайсный раунд, который они сыграли по Мокам. И да, сейчас будет второй девайсный раунд. Будет очень сложно. Французы, ясное дело, готовы. Но я уже говорил, что по статистике у них не самый лучший Инферно. И последний Инферно, который они играли на лане, они проиграли против команды Cloud9. И не факт, что здесь не произойдет чего-то подобного. Посмотрим. Да, позориться у себя дома. No way. No way. Я уже говорил, да, что у меня было поучи чутье насчет этого. Я, правда, да, думал, что в сомнениях. Может быть, что тут все-таки не будут так отъезжать. Да ладно, но они не отъедут, ясное дело. Да, то есть это просто маленькая интрига, которую сейчас Шокс и компания. А, маленькая интрига. Папеллон там говорит, пацаны, давайте устроим интригу. Мы же это, мы же дома. Вообще-то может быть. Шокс простреливает. Неплохо. Силе он в итоге падает. И Шокс отходит назад, делает совершенно правильнейшие вещи. Два ВОП, кстати говоря, ребята играют. Первый фракт до Шокса. Вообще первый. Вообще. 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 Что-то у Папеллона не залетает сегодня. Ну, Хандан уже не будет лезть. Не будет лезть. Будут отходить назад, наверное. Или будут зонтировать Банан дальше с поджимом под кафель. Или будут отходить назад на Айплент. Вот такой вопрос. Время еще есть. Надо подумать. Но я так понимаю, что они хотят пойти под этот смок, который уже был откинут на Халпу. Еще один смок туда же. Шокс меняет месторасположение. С Халпы перебегает на Кропы. Тем временем Бадди на фонтанчике. Пытается мансовать. Хорошо. У него все получается. Однако Александра снесет Барап. И Барап заходит на этот плент. Вопрос только в том, что они не имеют вообще ни малейшего понятия о том, что происходит на самом пленте. Очень много смоков. И, конечно же, откидывается еще один на церковь. G2 пока что зонированный, хотя смок развеивается на Халпе. И АВП было видно. АВП Фриса было видно. И Шокс теперь имеет информацию за своим тиммейтом о том, где находится снайпер команды Трик на пленте. В этом всем еще имеется... Точнее, нет игроков у французов на банане. Нечего там выбивать. Шокс пытается отстрелить Фриса. Фрис погибает. Барап тем временем встречается в этот момент и убивает Натана Шмидта. Ханда навчает на Апекса. Но его дни были сочнены, потому что Кеннис убивает двоих. В окончании этого раунда шикарная работа от него и Шокса. Да, все именно так. И мне вообще не понравилось то, что Трик на самом деле все лезли на Б-пленте. Могли бы отойти. Хотя они решили, что получится. Бомбу получилось поставить. Но пока это все. Кстати говоря, Бороб, между прочим, или Бороб. 7 киллов. И это почти что столько уже сколько у Хандана. У Хандана 8, и это означает, что у него больше, чем у каждого во всех коллективах. И это уже здорово. 1-5. G2 взяли для себя достаточно важный раунд. Вопрос, смогли бы они вернуться на первой половине или нет. Вопрос пока открытый, но может быть, мы узнаем это прямо сейчас. Нистак. Подъезжает на банан. Не то, что французы просто-напросто стоят в деполте. Шокс из этой же позиции в предыдущем раунде делал фраг. Трикты поняли, что у них не очень получилось, когда они просто пятером стоят на банане и выходят на плент сначала. В том раунде, то есть первым девайсом, в котором у них все получалось хорошо, они сначала стояли на втором центре, на первом центре пытались посмотреть, может быть, какие-то опенфраги сделать. Опять же, понапрягать оппонента, стоять его, стоять четвером на апленте. И вот то же самое сейчас происходит. То есть бадди уходит на аплент, оставляя только одного шокса на б. И это очень большой момент, потому что, с одной стороны, да, французы смогут отразить, скорее всего, нападение, потому что их реально очень много на А. Но в том случае, если Трикты снова повторяют этот маневр с стоянием у аплента, а потом заходом через миддл и банан на б. Плент, то все может измениться. Да, Кеннис пока что просматривает миддл. В итоге, Штак, наверное, не будет туда лезть, между прочим. Ну, как-то так вот совсем надъезжают рикты, но вот не получается. Вот полезли вот на Аплент, а надо было, наверное, отходить назад. У триктов вот как-то не получается, отходить назад, хотя вроде первый раз получилось. Нет, нет, они просто приняли решение уже точно идти на Аплент, и в данный момент просто атака захлебнулась из-за этих двух опен-фрагов по Борупу и Стагу. Они просто побегут обратно сейвить свои девайсы, прекрасно понимая, что у них просто не остается времени и рисковать своими жизнями и девайсами они не хотят, потому что экономика уже плачет. Ну и французы, да, опять же, хорошие фраги сквозь смок. Триктам не хватило дополнительных флешек туда-внутрь. Ну и вообще маневренности, ну и ответных фрагов тоже. Так они не смогли по-человечески открыться на А-точку. И надо было байзить раскидки. То есть вся суть в том, что G2 держали раскидки на удерживающих гранат, то есть смоков молотовых, до где-то там 50-й секунды, потому что трикты не вынуждали их откидывать. Часть из этих, в самом случае, раскидок. И получается, что G2 было идеальное оружие для того, чтобы без всякого контакта просто остановить атаку от А-точан. И, соответственно, с этим эти парни сейчас вынуждены были засейвить и играть уже с калашами и АВП в этом раунде восьмом по счету. Ну, посмотрим, посмотрим, поглядим. Натан Шмидт здесь в апартаментах находится вместе со своим товарищем Кеннисом, кстати говоря. Будет ли Асилион там погибать или нет, может быть, узнаем. Не погибает Боро. В итоге погибает Кеннис. Это в чистом виде ошибка. И его, наверное, за это наказали. Натан Шмидт попытался хоть что-то с этим сделать, то есть разменять своего снайпера. Но они оба померли. Опять же, вам приносят победу. Два раунда креатов вам приносят победа. Ваш дефолтный дефенс. Никуда не пушить, никуда не рашить, никаких точечных агрессий. Все нормально. Как только выиграли два раунда, G2 начинает агрессировать. Таким образом, их ловят. Кеннис погибает на апартаментах, там же погибает НБК. Хотя, опять же, да, идея была в том, что Кеннис пушит, находит какой-то опен, он уже облегчает задачу. Трикты в меньшинстве ничего не сделают. Все окей. Но не тут-то было. И в данный момент они остаются 3 на 5. И сейчас самый главный вопрос, может ли Александра, Бадди, хоть что-то здесь продемонстрировать. Это будет сложно. Биплант очень ослабленный. Если Трикты это сейчас поймут, то будет все очень плохо. Но Бадди пытается что-то откидывать. Ой, улетает. Просто там сальто назад и приехали. Бомба, естественно, будет поставлена. Шокс ничего не сделает, потому что смог на холпу полетел. И Шоксевич понимает, что нужно отходить. Апекс остается на больших песках здесь. Это еще один сейв от G2. И это, собственно, 2-6. Вот теперь мне уже становится страшно, потому что, да, я хотел, чтобы Трикты немножко поиграли. Но не так много, пожалуйста. Но не так много. Да нет, вообще, если они сейчас отправят G2 в сетку лозеров, это будет интересно, потому что, честно говоря, завтра я бы посмотрел полноценную Бестов 3 серию G2, да, а не с Триктами. Потому что это интереснее, как минимум. И смотри за тем, как G2 пытаются вырваться из лап смерти. Это еще лучше, да, когда они находятся на грани провала, на грани отлета с чемпионата у себя дома. В первом же матче это круто. Это то, что ставит их, так сказать, на лезвие. И это всегда интереснее смотреть, чем когда команда такая, типа, да, изи катка, развалили 16-5, как сейчас было в Na'Vi против Misfits. Было и так понятно, да, кто фаворит. Было и так понятно, кто должен выиграть. Но тут начинаются нервы. Тут французы чувствуют себя не в своей тарелке. Просто причем они сами себе залили раунд. Вот эта точечная агрессия от Кенниса и, кто там был, и NBK, она могла сыграть. Я не говорю, что это провальная тема, но вы видели, как она была сработана. Я не говорю про Борю. Борю просто шедеврален. Я, честно говоря, Борю сегодня хорош. Прям вообще хорош. Я не смотрел вообще ни одной карты с ним, понимаешь? Потому что Трикты, ну, это не та команда, которая выступает. Мы все прекрасно понимаем, что Трикты это стендыны, да, это парни, которых заменили, точнее, которые МИ заменили отсутствие Gambit Gaming. Ну что, Шокс. Шокс вместе с Барри здесь на банане. Мистак, может быть, может быть, что-то здесь сделает, но думает, что будет какая-то подсадка через стеночку. Подсадки не будет. Александр здесь остается один. В итоге тоже не хочет умирать и не пушит абсолютно точно, чтобы выживать. Укрепляет дальше и Би-плэн, прошу прощения, в одно лицо. При этом перетяжка пошла от команды Джиту уже. Пытается угадать. Пытается угадать и все еще не понимает, куда идет направление, потому что Трикты имеют игроков и на банане, и на аппленте. Они колдят просто. В конце концов, они уходят. Они уходят на банан. Это будет полноценный выход на Би-плэн. И теперь у Джиту есть два человека там. Одно из них это АВП от Шокса. Второе Бадди с М4. Ну что ж, смогли бы Трикты сейчас все-таки банан продавить. Ну-ка, Истаг залетает. Палис немножко стреляет. У него не подгорает! Бодди, Бодди! Бодди все-таки снимает Боропон, но моментально Ханден и Истаг работает. Бадди Кеннис умирает. Шокс проходится по Истагу. В итоге пытается, пытается Шок что-то сделать, но опять смог в итоге около церкви. Соответственно, на выход на Би-плэнты остается, потому что не может ничего сделать. Сейчас же тут надо просто размеренно выйти. Есть дефутскиты, есть флажка, есть хаешка. Нормально, можно сыграть. Надо вычислить позиции. Одна из них на планете, два на банане. У Фриса вообще там нереальная пространство для действия. Шокс вырубает Хандена. И вот теперь самое главное. Нету смоков для того, чтобы зонировать банан, да? Где играют целых два представителя Трикт. Эйси сносит Натана Джмита. Фрис отвечает на Апекса. Один в один ситуация. Это траунд в окончании 2-7 для Трикт, Боже мой, друзья. 2-7. Франция сейчас сидит с таким лицом, типа, «Оооот?» Мы пришли посмотреть на Джету, которое насилует Триктов. Кто эти люди? Они даже из квалификации никуда не выходили. Это просто засланные казачки, которые имеют Шенген. Это ж Ханден. Вон 10 фрагов. Я же говорил про Хандена. Вот Ханден играет. Смотри, так же как и Боруб. Про Боруб я правда не говорил, но Боруб тоже играет. Внезапно. Кто бы мог подумать, закидка метла сейчас от Фрейса полетела. На ребрах, соответственно. Ну что ж, и Асселен будет та же смогу кидать. Только пистолеты есть у команды G2. У Бадди первый армор. Киллар — это все. Это все. То есть это потенциальный 2-8, если с пистолетами здесь не затощат вдруг. Не затощат, наверное. Я хотел сказать. Не суть важна. Да, сделали один килл. Окей. Просто проблема в том, что у Триктов уже достаточно сильная экономика. NBK на песках пытается тут мансовать. Тем временем Шок заходил из библиотеки. Его уничтожили. Натан Шмидт достает даже играть. Пацаны, просто всех поставлю на свои дульки. Но на дульке не получилось. Но не в этот раз. Бодди остается лишь один. И он сделал, конечно, килл в этом раунде. Кстати, это неплохо. То есть они сделали килл с, соответственно, пистолетов. Немножко потеребили экономику команды противника. Этого недостаточно. И этого, правда, слишком мало. Вот нам показывает момент. Два дэшка на дощечке, которую мы с вами не увидели, к сожалению. То есть мы видели реализацию два дэшки на дощечке, где игрок, который пушил у атаки, у Триктов, прочекал нычку слева и получил себя в спину. Соответственно, мы не видели ни Апекс, ни то, как действовал Апекс, ни то, как действовали Трикты на размен. Но вот сейчас он на реплее все нам продемонстрирует. Тактическая пауза от G2. И сейчас Смитс должен рассказать своим пацанам, что происходит. Хотя я, честно говоря, даже не знаю, что он ему может рассказать. По факту он говорит с ними всегда. То есть здесь тактическая пауза не имеет такого большого значения, как это имеет на других шоконатах. Да, и 2.8. Мы даже не знаем, на самом деле, что здесь добавить. Надо поговорить. То есть тактическая пауза в данном случае, на самом деле... Проигрывать Триктом мы не бросим. Я не продолжу эту фразу. Мне было тяжело. Мне было тяжело. Надо, пожалуй, не то, что поговорить, а успокоиться. Вот, то есть немножко вот осадить. Чуть-чуть собраться надо G2 в кулак, потому что сейчас не получается. Отдельные пальцы без кулака. А Трикт, судя по всему, вообще-то в достаточной форме сегодня и разбираются с этими отдельными пальцами. Надо собираться в кулак и сугубо чисто по-французски бить. Бить, 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 бить в ответ, потому что первая половина будет заканчиваться очень скоро. И, простите меня, Трикта уже выиграли на ней. Надо бежать. Надо бежать на шарте. Здесь на приемке работает Апекс. Сможет ли он хоть что-то здесь продемонстрировать? Ничерда! Истак его сносит. Все временем Кеннис погибает прямо в смоках. Ему ничего не дают сделать. Натан Шмидт отвечает только одним килом на Эйси. Дальше пытается сражаться против Истага. Он топит его с ЮМПшки. Но все еще проблема в том, что у Джиту два человека в живых. При этом все еще и Натан Шмидт красный нереально. Он сидит на песках. По нему есть информация. Трикты. Вполне возможно, возьмут еще один раунд здесь. Бадди пытается затопить Фриса. Фрис открывается. Получает по щам. Ханан с Барапом. Все еще живые. С Борупом. Прошу прощения. Боруп как раз таки будет просматривать здесь все это дело. Да контролит на самом деле плент сейчас. Боруп с одной стороны, Ханден с другой стороны. И вот Бадди пытается попасть по Хандену. И ничего у него не получается. Лол, да как же так? Получается. А как так отпустил-то Ханден? Странная история. Бадди просто мутит. Трипл килл от него. На самом деле он в целину и вытащил этот раунд. Да, Натан Шмидт очень классно отыграл в песках. Но дальше он по факту не включался. Ну и Бадди разваливает снайпера Фриса на апартаментах. Потом разваливает игрока на пленте. И на этом по факту все и заканчиваешь. Судебральное исполнение от него. Я уже говорил о том, что в рамках Остина он показывал все, на что он способен. Это было очень крутое исполнение. Да, порой не получалось. Да, где-то его подводили его тиммейты. Где-то не подкидывали флешки или еще что-то в том роде. Но если дело касалось Бадди именно отдельно, он делал все возможное. Это было видно. Это было видно также по лицу и по его отношению к игре. Все просто замечательно. Ну и сейчас он вытащил в сырину этот раунд. Ну и Триктеда. Где-то не совладали. Где-то Фрис ошибся. Опять же, когда ты в ситуации уже 3 на 2. Бомба поставлена. Чувствуешь себя более-менее вальяжно. Понимаешь, что ты доминируешь. И Фрис вышел там на стрельбу. Хотя мог бы в общем и целом отморозиться и играть на время. Ухо предлагает зарплату поднять Джуту. Да, согласен. Явно не хватает. Как тебе? Потому что реально не хватает. Я не понимаю. За 25 тысяч евро это фигня. Ну то есть, кто станет в наше время в 2017 году за такие деньги вообще играть? Я бы даже задницу не поднял. Хотя этого даже не надо делать, если брать Counter-Strike и вообще киберспорт. Но фигня. Да, действительно, не стоящие Тау деньги. Шокс. Истаг. Около. Как будет бустик, бустик. Причем он уже есть. И может быть даже пропрыгнуть туда. Смотри, смотри. Или не будет прыгать. Истаг, истаг. Ну-ка. Опа! Опа, Шокс! Красиво. Красиво, друзья. И причем и Шокс-то это ждал. Но все равно Бадди, правда, отвечает на истага. Нельзя сейчас пушить. Нельзя сейчас пушить бананчик. Я имею в виду Трикта. Надо отходить назад. Он просто останется здесь. И попробуем. Как? Как? Что это вообще такое? Звезды во Франции пришли на помощь. Хантон, вакейшн. Близ, выпишите, пожалуйста. Бодди остается в итоге на бипленте. Надо что-то с этим делать. Триктам. И у них есть, на самом деле, план. Проблема в том, что Аплент все еще укреплен, на самом деле, двумя опорниками. И они никуда не прибегают. Наконец-то Кеннис уже бежит. Но не поздно ли для Александра? Не поздно. Нет, не поздно. Нет, нет. Ну, хотя Борб, конечно, что-то пытается здесь. Нет, но он тут практически никаких шансов. В 10 секунд бомбы нету. Там курочка. Там курочка. Она была свидетелем того, как Борб поубили. G2. Молодцы, G2. Но счет слишком большой. Что здесь можно добавить. Да не, но тут, конечно, Франция сама приходит просто в помощь G2. Она видит то, что не получается у ее команды что-либо делать. И Фриз просто не попадает из АВП практически в упор. И там точно шот должен лететь был в Бадди. Такое бывает, такое случается. Нервы Трикты чувствуют их очень-очень сильно. Тут есть очень опытные люди, типа Эсилиона, Фриза. Но есть также довольно-таки молодые. Так, которые могут почувствовать это давление и которые могут с ним не справиться. Что касается, только тут Бадди, наверное, из молодых. Остальные суперстарые. Ветераны, можно сказать. И Бадди уже свою рыбку съел, по вопросу Лавра. Так что он уже в порядке. На коврах идет. Ой, сейчас отхватит от Натана Шмидта. Нет, нет, нет. И бомбу. Они же бомбу потеряли, да? Она же упала там. Да, да. Но можно выбить. Но можно выбить. Можно выбить. Вполне себе тащибельное. Натан Шмидт оформляет 3 кила в этом раунде. НБК бы выбивать сейчас на больших песках в 2017-м. Браво. Просто браво. Фриз, правда, бомбу берет. Но голодные до убийств Бадди и Шокс выходят за ним и начинают свою охоту. У Фриз тяжелое время сейчас будет. У него нет никакой информации ни про Бадди, ни про Шокса. Он даже не подозревает, где находится оппонент. И, скорее всего, убьют спину, если не повезет. Если повезет, он хотя бы встретит одного. Но, скорее всего, парни сыграют в размен. Хотя, кстати, сплетится сейчас Шокс вместе с Бадди. И вот он шанс. Видели, есть инфа. Но Фриз успеет поставить бомбу. И с под этой бомбы он, теоретически говоря, сможет при помощи Молотова, например, зонировать холпу. Таким образом, заставив оппонента идти с одной стороны. Либо, соответственно, ждать и гадать, что же дальше делать. Но диффускеты есть у Шокса. Это очень хороший момент. Поэтому Фризу будет очень сложно. Но он просто уходит в очень негибкую позицию. То есть он понимал то, что никуда ему не дадут уйти. На банан не дадут уйти. Черчи не имеет смысла. Это единственное место, где имеет... Ооо, они не знают. Они не читают. Он выходит. Он делает фраг по Бадди. Неужели он умеет Шокса? Боже мой, Фриз. Да, я тебя расцелую. Это невероятно. G2. Сейчас были побеждены 2 в 1 у себя дома. Да. И трипл килл в итоге. Ой, Натан Шмидт сейчас всем выскажет все, что он думает. Натан Шмидт сейчас выиграл раунд. И потом его два тиммейта просто упустили. Это нафиг. 4-9. 4-9. Это не просто победа на первой половине. Это очень, очень и очень серьезная победа на первой половине. Натан Шмидт отъезжает от Фриса. Он был со скауткой. До свидания. Только лишь пистолеты остаются у G2. И может быть, конечно, с дегла Апекса залетит. Пытается перекинуть девайс. Шокс. Значит, стак. Пытается отрубить Шокса. Кинес точно так же падает. Очень легко. Очень легко. Сейчас антиэкономически проходит. Да, и стака потеряли. Да, Апекс смог сделать 1 килл. Окей. Бадди остался 1. Бомба будет поставлена на Аплантил Бадди. 54 хп. Юспик. Самый лучший набор в этом мире. Пороб. Делает 4-0 килл. И это 10-4, друзья. И мы переходим к последнему раунду. Где мы узнаем, смогут ли G2 взять 5-й раунд. Или все-таки отдадут 4-11 на первой половине. 4-11. На сильной стороне. На сильной стороне. За контртеррористов на Дейнферно во Франции. Команда, которая по бумаге должна просто... И как бы все. И все просто должны ложиться у их ног. Но в реальности такого пока не происходит. Иногда происходит, иногда не происходит. Ну, как минимум, знаешь, триктов не зря позвали, да? То есть, если я на бумаге, когда смотрю, думаю, о, гамбиты. Жалко, что они приехали. Вместо них какие-то третьи эшелонные датчане. То сейчас я вижу, что да, скорее всего, может быть, в каком-то полноценном босте в 3 они не выиграют. Но они уже, как минимум, устраивают сенсацию местного разлива. Но она есть. Пока сейчас, во всем случае, имеется. Может быть, в конце концов, G2, да, камбэк, но... Но они заставят попотеть G2, как минимум. Как максимум могут отодрать их в сетку лузеров. И это будет очень и очень неприятно для Папилона и его команды. Да, это будет жутко. Ну что ж, Боди с Мак-7 пытался стрелять. Ничего не получилось. Боди может отъехать, если просто вот в стену сейчас простолить. Ну что ж, Натан Шмидт убивает Ассилиона. И это опенфраг, нету размена Футвикт. Очень крапаленый Боди. Отъезжает от Хандена. Неплохо, можно продолжать. В принципе, да, закидывать хелпу как раз-таки. Но проблема в том, что Шок встречает! Идобо встречает! Сторонний встречает! Его Истак убивает. Моментальный размен от Апекса по Истаку. Кеникс также добавляет по Борупу. Остается лишь один фриз. Он может, конечно, здесь что-то сделать, но... И он делает. Подожди, подожди. Фриз может сейчас врубить Готмод. Он видит Кениса. Он видит Кениса. Он знает, где находится второй игрок. Он пытается пристрелить свой смоб к Кенисе. В конце концов, у него это не получается. 5-10, друзья. Трикты проигрывают последний раунд. Но все еще, да, шансы серьезные есть. 5-10 это нормальный счет. Но что перейдут на слабую сторону, это раз. Второе, все очень сильно зависит от пистолетного. Если они проигрывают пистолетное, это просто ад. То есть два девайсных раунда, и вы вылетаете с... Ну, не вылетаете, в смысле. Отлетаете в сетку лузеров. И завтра играете бестов-3 уже на вылет. Хотя могли бы сегодня сыграть сетку лузеров и не парить с себе жизнь вообще. Ну, что касается, конечно, Триктов, просто отдельное спасибо Фрису и Борупу. И вообще, да, все вместе взятое, все замечательно сейчас работает. Мы видим, как тренер там старается, рассказывает вещи. Говорит, пацаны, сейчас вообще нормально все будет. Вот Смитс, например, просто улыбается и ходит. Ну, нервно, нервно покусывает губки, понимает то, что тяжело. Очень хочет. Я не понимаю, что на его месте вот все вот эти бывшие игроки, которые становятся тренерами, я уверен, как хочется им сесть сейчас и вломить. Да, как хочется им сесть сейчас, например, Смитсу на место Кенниса и показать уровень. Потому что он понимает, когда ты сзади стоишь или там, например, комментируешь или смотришь, ты видишь это все с третьей стороны, да, и ты не чувствуешь того, что происходит конкретно у монитора, у каждого игрока. И нам каждому хочется сесть и сказать, блин, вот у меня бы получилось бы вот это или получилось бы вот то. И я уверен, что у Смитса есть вот это вот дрожание в руках и желание сесть за компьютер. Да, но желание это одно, а тренировать команду это совсем другое на самом деле. Второй пистолетный раунд, дорогие друзья, между G2 и командой Трикт. И все-таки смогли бы здесь Трикты выиграть второй пистолетный раунд, кстати говоря, было бы довольно интересно посмотреть. Ханден пытается принимать, но все на большие пески сразу пистолетный. И вполне возможно возьмут еще два сверху. Да, и может быть попробовать все-таки вернуться на этот Дейнферно. И может быть, опять же, у них это получится. И Трикты не смогут ничего с этим сделать. У меня, правда, есть предположение, что сейчас будет какая-то дичь на этом форсе, на самом деле, от команды Трикт. По-моему, чуть ее что-то подсказывает. Я бы пока обождал. Ну-ка, ну-ка, очень интересно. Кинес со своим товарищем на меде здесь. Их уже могут встречать. Ну-ка, Ханден. Да, Ханден. Именно так. Да, Истаг именно так. Апекс убивает Истага, но Фриз разменивает. Я же говорил дичь не, хотя Силион и Фриз остаются вдвоем. Ладно, это еще не победа команды Трикт. Ой. Хорошая хаешка, но вопрос в другом. То, что Силион находится сейчас на перетяжке, пришел на коннектор, и он должен сыграть в паре с Фризом. У них есть возможность разменяться, у них есть возможность сыграть в колл-дистанцию через CJ E5-7. При этом Шокс занимает пески, и это очень классная стратегическая позиция, которую будет суперсложно выбивать при помощи пистолетов, потому что они не работают на дальних дистанциях, насколько это хотелось бы. Падель все-таки погибает, и теперь ситуация 2 в 1. Сможет ли Шокс, сможет ли Ричард сейчас показать капитанскую силу, капитанскую Ну-ка. Во Франции. Вива ла Франц. Шокс. Шокс. И как же его опанули. Эйси просто пришел с тюряги и убил его. Прямо в головушку буйную. Шокс даже не смотрел туда. Я же говорил дичь, дорогие друзья. О май гад, look at her butt. Трикт. Вот так. 11-6. Перевернули сейчас второй раунд. Опять же, да, хорошая засада. То есть они вчетвером сидели, они рисковали, они оставили всего одного игрока на бэплэнсе, а именно Эйси. И поставили два игрока справа на ребре, слева на ребре, еще двух, то есть нычки и на зелени. И это было... Это работало. Это работало. G2 с этим не справились. И, конечно, ситуация 2 в 2, который, ну, Шокс и его друг обязаны были справляться. У них было преимущество и по времени, и по девайсам. Но они распределись. Они не стали играть в размен. Они просто были вне зоны друг друга. И Шокс не смог действовать в тот момент, когда убивали его тиммейта. Да, и вот этот килл с тюрьмы, на самом деле, это жуткая вообще история. Ну что ж, Истак здесь ох, встречает и встречает, да. Встречает и встречает и молотовым, и пулями, и НБК. Отъезжает на коврах. Ослепленные все остальные. Но Истак понимает, что там ужас какой-то. В хаишко взлетает. Ну, Кеннис живой нормально отходит назад. Правильно сделали. Потому что, если бы они пошли дальше, они просто, ну, по факту в гроб бежали бы. Потому что Трикты полностью контролируют этот момент. У них была информация по бегущему противнику в эту сторону. Однако переориентация атаки дефолтнейшая совершенно от французов. То есть, Трикты должны этот момент читать. Потому как, если у тебя есть оппонент на Аплэнсе подходит, и потом он куда-то девается, это обычно перетяжка на банан. И этот маневр всем знаком. Все прекрасно понимают. Сейчас у Шокса и Апекса есть два смока. Один идет дефолтно на хелпу. Здесь стоит Боруб. А Апекс очень сильно горит. 14 хп у него остается. Он все-таки проник сквозь хелпу. Здесь рядом с ним Фриз. Опять же, и позиция Апекса нечитаема. Пока что на дереве. Ему нужно выждать. Ему нужно выждать. А Фриз, по-моему, понимает. Чекает его. Боже мой. Какая халява. Боруб стоит две головы. Боруб не справляется с Шоксом. Шокс в итоге отвечает. Но Шокс единственный, кто оставался в живых. Пока я не сказал в живых. И он уже умер. Ханден убивает Папельона. 12-6 у Триктов. Счет в два раза больше, чем у G2. Кто бы вообще в принципе мог подумать, дорогие друзья. Я, например, не мог. Я, правда, хотел увидеть приблизительно что-то похожее. Но так и получилось. В любом случае, лишь пистолеты есть у команды G2. Тяжело. Тяжело французам. Во Франции и правда тяжело. Фриз снимал, боже мой. Но это опенфакт. Понятно, против пистолетов, но в любом случае, так как это... Это значит то, что Фриз просто чувствует себя уже в своей тарелке прям по полной. То есть Трикты обретают ту самую уверенность, при помощи которой они должны закончить это на сильной стороне карты. Весь этот Д-Инферно они должны просто прекратить буквально в ближайшие раунды. По их логике, во всяком случае. Ну а G2, конечно, будут сопротивляться максимальным образом. Просто позор, если вы проигрываете прямо первую карту у себя в Турс. Эйси вместе с Барапом дают 2 килоги. Кеннис на время отвечает на Эйси, но этого мало. Нужно больше, и вот оно прилижает больше. Кеннис делает 2 килла, ставит бомбу. Хандон приходит, ХАЕшка залетает. Кеннис взорвется. 4 хп! 4 хп! Вот это обидно. Вот это боль. Хандон мог бы взорвать его при помощи ХАЕ и был бы Коби Брайт. Однако Хандон все еще сражается против Кенниса. Он все еще обладает серьезным оружием под названием Дизерт Игл, который мог бы отстрелить в один раз в голову, но Натан Шмидт попробует сражаться дальше. Нет, его в церкви уже принимали. Там либо с гриля, либо на кафель попрыгал. Тут уже без вариантов. 6.13, дорогие друзья. Команда Трикт в принципе была впереди и не покидает этого состояния, будучи впереди. Французы не могут зацепиться за этот Дэйн Ферно вообще. У них сейчас есть деньги. Это будет Дэвайсный от G2. И вот этот раунд невероятно супер мега пупер важен для команды G2. Если не сейчас, то здесь уже, вероятно, никогда. Вообще для атаки у них идеальный сетап людей. Есть один из лучших опенеров Апекс, есть один из лучших фолловеров Шокс. Также за ним пойдут пади, который будет помогать раскидками. Есть НБК, который играет на саппорте. И пока это всё разваливается. Оно разваливается просто потому, что Шокс сгорает, друзья. Это, вы знаете, чья сайверскула. Ну, 13-6. И ошибаться так вообще ни в коем случае нельзя. G2 строит свою атаку пока что через миддл. Погорев на банане. Ну что ж, посмотрим. Ну, французы сами понимают, что он уже, по крайней мере, абсолютно точно, что стоит играть, возможно, чуть помедленнее. Кенис теряет почти что пол хп. Натан Шмидт здесь выходит с бойлеров. Пытался, с котла, да, пытался что-то посмотреть на ребрах там и дальше. Соответственно, ну и будет ли всё-таки забег? Угу. Фриз получает на пол хп, при этом не умирая. Апекс попытался кого-то найти, а отъезжает от Хандена. То есть, слишком вперёд сильно побежал в итоге, слишком далеко задайвил. Не смог вынырнуть обратно. Натан Шмидт здесь ослеплённый. Вообще, хороший контроль карты от команды Трикт. Мне как в атаке нравилось, так в атаке хуже, наверное. Не знаю, в защите нравится больше. Ничего не добавлю, в защите Трикт. Корона трескается, корона трескается у G2, они приехали сюда короновать всех. И Ханден вместе с Устаком даёт 2 кила. Единственный праг в этом раунде, друзья. Трикты просто берут и забирают всё, что было у G2. Они приехали к себе домой показывать, что это супер-тим. Ханден работает сегодня. И нельзя сказать, что это какой-то первый ланд для G2. То есть команда сформировалась и Натан Шмидт, по-моему, или Шокс говорили в интервью о том, что ой, всё нормально, всё в порядке, типа всё окей. У нас было время, чтобы подготовиться. Да, вначале было не очень хорошо, но сейчас мы играем лучше. Это нормальный процесс, мы сыгрываемся. Это уже не первый ланд, и даже не второй. И у тебя нет оправданий. У тебя нет ничего, кроме того, что ты проигрываешь 14-6. Кеннис, по-моему, это интервью как раз проводил. Ребята, дайте время, мы сейчас играемся. Вот уже первые результаты. Ну да ладно, это Best of 1, друзья. Опять какая-то нестабильность. Да, но Best of 1 это полная рулетка на самом деле. То есть там вот у нас полчата, грубо говоря, уже всё без хат. Полчата без хат, к сожалению. Я тоже без хат, я тоже в коробке. Я буду с вами, дорогие друзья. Я вас поддержу. Вы не переживайте на сей счёт. Кот проигран, хата проиграна. Скомментируем из коробки. Как бы нормальная история. Ну что ж, и всё-таки G2 не ошибаться вообще никак нельзя. И бай-то такой себе, да. То есть Галил там у Бадди есть. Стэки, UMP-шка. И раскидок не очень много. Фриз ждёт. Фриз готов. Фриз готов убивать, рвать и метать. Нет, ему не дадут. Флэшка полетел. Фриз побежал. Его отпустит, лол. Его отпустил Apex. Дэмэдж. От Фрица, кстати. Фризу полетел от своего собственного тиммейта. Фриз в конце концов погибает. Кеннис взрывает из тага. Опять от Хандана не заставил себя ждать даблкил на Кенниса и Апекса. Но! При этом всё. G2 законтролили. Плэнт поставили. По-моему, Трикт остались вдвоём. Боро вместе с AC пойдут на перетяжку. Один из них побежал по банану для того, чтобы зайти с мидер. Второй. Это сейв, что ли? Я не понял, почему Боро. Да, это сейв, друзья. Это сейв от Трикт. И всё-таки это седьмой раунд для G2. Напоминаю, что это, по-моему, второй раунд на протяжении второй половины карты. Они взяли пистолетку, дальше отдали антифорсбайны. И вот только сейчас надевайсом смогли хоть что-то показать. Да, не всё так хорошо во французском королевстве, как хотелось бы и французам, которые болеют за G2, и самим G2. И всё-таки это такой нужный седьмой для них. Может быть, восьмой, а там может быть какой-нибудь десятый, если прям совсем хорошо будет. И Трикты, например, потеряют ориентир в защите. Сейчас здесь надо Инферно. Сложно предполагать. Пока что сложно предполагать. Фриз, 15 фрагов. Бороб, 16. Ханден. Работает 21. Карл. Карл! 21. Ханден. Вот тот парень, о котором я говорил. То есть ты вообще чувствуешь? Да, я бы сказал то, что они, знаешь, в какой-то момент несколько раундов подряд пожит Бороб, потом Фриз, потом Ханден. То есть игра у Триктов не держится на одном человеке или двух, которые там показывают сумасшедшие хайлайты. Они постоянно меняются, да? И таким образом они не исчерпывают сейчас себя. И если один человек перестал божить, то второй включается это все в рамках всего одного Best of 1. Страшно подумать, что там может произойти Best of 3. Хотя, конечно, шансов у фаворитов было бы больше. Постабильнее, наверное. Все-таки, хотя с такой игрой сложно предположить даже про БУ-3. Не говоря уж об остальном. Ну что ж, G2. Ошибаться нельзя. Надо отыгрывать восьмой. Надо отыгрывать на характере восьмой. Да, проблема. Да, сложно. Надо отыгрывать Натан Шмидт. Мог бы вот, на самом деле, простылить. Пытаются французы нащупать вот этот маленький фраг. Они пытаются нащупать дырочку в защите команды Трик. Фриз просел довольно-таки сильно. Все-таки успел унести свои ноги поглубже. Сам, причем, Фриз попал по НБК. Оставил ему 18 хп, потому что попал по балетке, а не по телу. И тут вопрос в том, прощекают ли Боропа. Прочекают ли или нет. Его не чекают. Эйси вместе с ним делают два килла. Да, Натан Шмидт точно так же падает. Боже мой. Джиту разваливается на части. На банане. Бороп добивает Чайки Неса. Это сейчас в пятером. Флоуэс Виктори. Ну что это такое вообще? Что это за Counter-Strike? Тебе назвать, как это называется? Это называется у нас Fatality. Нет, это называется Вытирание Пяти Мужчин. Полное вытирание Пяти Мужчин. Полное вытирание Пяти Мужчин, дорогие друзья. Произошло прямо сейчас. Матчпоинт для команды Трикт. Нет, серьезно? То есть, как бы я не сплю? В смысле... Я тоже не сплю, кажется. Да? 7-15. Если кто-то ко мне вчера подошел бы и сказал, что сейчас с G2 проиграют Триктом с таким счетом. Типа, окей, с каким-то другим. Ладно, но вот с таким счетом. Там ну 16-14, ну 16-13. Ладно, еще может быть. Ну 16-7. 16-7. Фавориты G2. Ой, дорогие друзья. Да, с G2 на самом деле вот настолько нестабильный коллектив. Он может отыгрывать прям как, ну, конфеточка конфетная. Может вот, ну, наоборот, видимо. Какой-нибудь термин я не буду подбирать сейчас. Не стоит. Это заведет меня в какие-то дальние дали. Не очень хороший бороб на ящике сейчас. Ну-ка, ну-ка. На B1 можно постоять. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Оп. Нормально. Голова пошла. И спускается вниз. Браво. То есть просто снял и просто ушел. Вот и все. И размену никакого не будет. NBK погибает на апартаментах. Он оставляет свою команду вообще совсем в меньшинстве. То есть до этого еще и погиб Шокс. Кеннис красный. Бадди с Апексом понимает, что это походу Габелла. Тут нечего делать. Тут не за что сражаться. Надо идти вперед. И умирать. И Эйси предоставляет ему свою снайперскую часть. Свою М4. Отстреливает Бадди. Апекс правда отвечает. Кеннис все-таки сохраняет какие-то шансы для своего коллектива. Убивая поропа. Второго опорника на B-планте. Трикты. Попробуют втроем сейчас прийти. И разобраться с оставшимися двумя игроками G2. Кеннис не справляется здесь. Апекс один против трех. Не справляется Апекс. Одному тяжело-то как будет в итоге охранять эту бомбу. А надо жить. Ну-ка, хелпо. Нет. Нет. Нет, дорогие друзья. Трикты. Виктори. Поздравляем. Дать шанс. С тем, что они обыгрывают G2. Команду супер игроков. Супер зарплатой. 16-7, друзья. 16-7. У них дома. На первом же матче. Дримхак. Турс. И это означает то, что трикты идут сегодня играть в сетки венеров. Против победителя, по-моему... А я даже не знаю. Это просто нереально. Это просто нереально. Команда Трикт. Да. Ну и к G2 на самом деле есть вопросы. Вот прям много, очень-очень много...